Пистолет-пулемет Покажу вам как стрельбу из него, так и немножко расскажу о том, что это такое. Ну, как вы знаете, это оружие появилось в 1927 году официально и известно тем, что использовалось многими гангстерами во время, ну, можно сказать, гангстерской войны, а также войны за алкоголь в 30-х и начало 40-х годах в США. Стало также называться Чикаговской швейной машинкой. Очень полюбилась как и гангстерами, так и полицейскими, так и большая емкость, хорошая точность и мощный патрон на то время. После этого этот карабин использовался в армии во время Второй мировой войны, как американцами, так и многими другими странами. Насколько мне известно, даже в качестве ленд-лица такие вещи попали в разные советские склады еще тогда. Мне даже кто-то говорил, что вроде до сих пор лежат на Украине в складах госрезерва и 1911-й кольты, и томпсоновские пистолет-пулеметы 45-го калибра. Мощнейший патрон, особенно по сравнению с другими мелкими патронами времен Второй мировой войны, по крайней мере по сравнению с 9-ю миллиметрами. Вещь тяжелая, но очень интересная. А теперь давайте посмотрим, как это выглядит. Также забыл сказать, что сейчас та же компания, которая выпускала Томпсоны во время Второй мировой войны, компания Auto Ordnance, выпускает гражданские версии. Вот как раз из такой и мне была возможность пострелять. Правда, там был простой магазин, не было бубна на 50 патронов. Ну что, посмотрим, как такая вещь работает. Хоть я, в принципе, покажу это потом вживую, но хочу здесь показать определенные вещи. Вот предохранитель. Причем на изначальной модели есть еще вариант, как менять с полуавтоматической на автоматический огонь. У меня этого не было, как раз я это хотел показать. Вот кнопка сброса магазина, вот она. То есть вот так вот нажимается. И вот этот буквально рычаг целый для этого дела. Прицельные приспособления здесь более серьезные, чем я видел. И, соответственно, я, честно говоря, стрелял первый раз, поэтому особенно не разбирался. Как вы видите, здесь есть разные версии. То есть у меня выглядело вот так вот. Как вы видите сейчас. Затвор здесь двигается. Рукоятка там у меня была именно стандартная. Вот это армейский вариант. Без передней рукоятки. А на гражданская версии, которая у меня была, была вот именно такая же рукоятка. Давайте посмотрим, как это работает. В замедленном варианте, да? Вот видите, вот эта система газовая. Есть несколько пружинок. Ну, посмотрим, как это работает. Для начала переключаем предохранитель. Вот он, видите. И вот выстрел. И возвратная пружина. Есть пружина на ударнике. Есть пружина возвратная, большая такая. Хочу показать, какой вот здесь массивный затвор. Честно говоря, своей массивностью мне эта вещь напомнила УЗИ. Большой, тяжелый затвор и большая мощная пружина. Ну, давайте. Видите, вот этот прихранитель. Еще раз его обратно показываю. Как это, что делает. А теперь давайте мы поменяем на полностью автоматическое действие. В принципе, очень приятное оружие в стрельбе. Чему я лично удивился, когда я из него стрелял. Конечно, я не стрелял из автоматического режима. Я практически уверен, что в автоматическом режиме это гораздо сложнее. Потому что все-таки мощный патрон, тяжелый затвор. Ну и, в принципе, неплохо. Но все равно при этом очень и очень приятная вещь. Потому что именно из-за своего веса и хорошего дульного тормоза получается очень маленькая отдача. И, честно говоря, очень маленькое движение на мушке. То есть увеличивает точность. Вот у меня как раз вот такой вот магазин был. 30 патронов. Он там интересным вариантом входит в шахту магазина. Ну а теперь, я думаю, вам надоело смотреть виртуально. Давайте посмотрим вживую. Ну что ж. По общему хотенью, по моему желанию, сегодня на канале... Ох! Оружие Ленд-Лиса. Томпсон или Томмиган. Гражданская версия, конечно. Вот она. Без магазина. Модель 927А1. Фирма Томпсон. Ну что интересного здесь можно про нее рассказать. Предохранитель. Вот. Такой вот. Филашковый. Кнопка сброса магазина. Я понятия не имею, вам это видно или нет. Но вот. Сброс магазина. Вот предохранитель. Вот, соответственно, затвор. Вещь тяжеленная, честно вам скажу. Сейчас буду заряжать магазин. С 45-м калибром. Вот такой вот магазин. Посмотрим, как это выглядит. Конечно, посмотрим. Прямо иначе, вот зачем вы здесь на канале. Оружие не мое. Я ее уже не продавал. Для начала возьмем 5 вот таких вот бочоночков. Видите, магазин заряжается не без оборудования. Тут нужно некоторая сноровка. Которую, как вы понимаете, у меня откуда взять. Первый раз это оружие в руках держу. Вещь в принципе сравнительно дешевая для покупки. Гражданская. Стоит, наверное, 1000-1100 долларов. Продается довольно часто. Ну что, начнем с... Снимаю, как обычно, на две камеры. Я здесь, скорее всего, буду стрелять в перчатках, потому что руководки деревянные. Я не хочу, чтобы руки скользили, честно вам скажу. Так что... Сейчас надену эти перчаточки. Парабинчик. Вставляем в магазин. Патронами вперед. Вот, патроны вставили. Затвор вперед. Правая рука переводит предохранитель на стрельбу. Стелимся. Необычайная вещь. Протечески нету отдачи. Меня это изумило. Честно вам скажу. Я совершенно не готов к этому. Из ВУС никакой. Я заряжу магазин, и будем их отреживать. А что, поехали? Снимаем. Вот так вот. Снимается. Видите? Есть такой нарез. Вот. Вот эта кнопка, соответственно, снятия магазина. Вот так вот. Затвор. И... Поехали. Одна большая дырка. Вот так вот. Интересно. Я думаю, что вы должны поделиться. Смотрите, какая дырка получилась. Вот с этим. Класс. Конечно, здесь не нужно. Ну, ничего. Ну что, чуть-чуть. Последний магазин, по-моему, 15 рядов. Посмотрим, что будет. И вот. Сразу заело патрон. Первый патрон он скушал. Значит, будем делать еще раз. Здесь затвор нужно опускать, судя по всему, очень резко. Чтобы он патрон взял. Вот это уже интересно. Видите? Вот патрон он здесь закушал. В данном случае я, например, помочь этому не могу. Видите, вот двойное зажимание патрона. Сейчас буду вызывать конец на помощь. Видите? Видите? Видите, пошли. Видят? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Веселая вещь, конечно. И чуть больше дистанции надо приноравливаться побольше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, конечно, классная вещь. Несмотря на то, что проблемы, нужно с ним сфотографироваться. Это не игрушка. Им нужно сфотографироваться как самостоятельно. Вот, как выглядит. Со вставленным магазином. В принципе, красивая вещь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, соответственно, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И здесь, по-моему, 12-15. Это очень срочная вещь. Практически никакой отдачи. Меня очень удивительно. Может быть, это не имеет смысла. Он тяжелый, но никакой отдачи. Ну и, как обычно, немножко замедленной съемки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, мишенька сзади. Как она выглядит после всего 45-го калибра. После 45-го калибра одни большие дырки пошли. Класс! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а так, как мы теперь посмотрели вживую стрельбу, давайте посмотрим, как эта вещь разбирается. Кстати, я посмотрел гражданские версии типа того, что я стрелял, стоят от 1100 до 1400 долларов. То есть, в принципе, не очень дорого. Минус, конечно, что патроны дорогие, дороже, чем 9-й, с которым я привык. Так, все-таки 45-й калибр. Но для тех, кто интересуется, эти вещи продаются в магазинах. И совершенно спокойно можно его приобрести. Не сказал бы я, что это оружие для самообороны. Тяжелая вещь, очень тяжелая. Но если просто интересно, хотелось бы что-то такое. Да, конечно, это будет современная вещь. Но, в принципе, если у вас много денег, можно купить и полностью автоматически времен Второй мировой войны. Они тоже продаются, стоят, конечно, дороже. Но они есть. И вполне легальные для владения, если вы его найдете. Я так и видел, в принципе. Конечно, не по моему бюджету совсем. Но они есть. Видите, все-таки довольно-таки сложная конструкция. Это модель 928-1928А1. И, как понимаете, сборка-разборка здесь 74 шага. То есть, как любое военное оружие, разбирается очень и очень полно. Кстати, вот эти барабаны очень дорого стоят. Можно купить дешевые 30-патронные магазины, но барабаны стоят дорого. Ну, я думаю, сборку я показывать не буду. Это не всем интересно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал.